Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Черных сегодня в выпуске. Поселки в Омском районе свяжет обновленная магистраль. В регионе сдали еще одну трассу в рамках национального проекта. Держит курс на ледяной континент. Несмотря на бурю, яхта «Сибирь» выстояла в шторме и продолжит кругосветку к берегам Антарктиды. О подвиге героев расскажут фотографии. Нужно, чтобы они были качественные, чтобы альбом получился красивым. Новый альбом, посвященный фронтовикам, выпустили к юбилею Победы, как удалось сохранить снимки полувековой давности. И меняют летние апартаменты на квартиры с отоплением. Засыпаем их сверху сеном с соломой. В Большереченском зоопарке готовятся к зимовью зверей. Жители села Боголюбовка в Марьяновском районе обеспечили питьевой водой. Подачу организовали по поручению губернатора Александра Буркова. 29 августа люди рассказали о проблеме во время программы «Диалог с губернатором», которая выходит на нашем канале. Жаловались на перебои с подвозом воды и сообщили, что долгое время ждут сдачи водопровода в эксплуатацию. Глава Марьяновского района Анатолий Солодовниченко во время эфира уверял губернатора, что строительные работы идут по графику. Жители проинформированы. Главу региона такой ответ не удовлетворил. По поручению руководителя области ход работ проверили. Планировалось, что вода у жителей Боголюбовки появится к ноябрю, но поручение губернатора выполнено досрочно. Теперь я говорю праздник. Нам надо в деревне всем праздник делать вода. Он даже сегодня в интернете полезно. И каждый показывает, что вода без житого проведенная выставили. Спасибо вам большое. Работы по водоснабжению Марьяновского района на этом не закончатся. На следующий год запланировано строительство насосной станции. После этого в подвозе воды перестанет нуждаться и соседняя с Боголюбовкой Большая Роща. Сдали очередную магистраль, которую отремонтировали в регионе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок трассы Калинино-Морозовка в Омском районе проверила приемочная комиссия. 9 километров покрытия обновили. Его уложили в два слоя, укрепили обочины. Также нанесли разметку, установили новые дорожные знаки и отремонтировали остановки. Дорога соединяет несколько населенных пунктов и является подъездным путем к крупному развивающемуся сельхозкомплексу в Калинино. Как будет выглядеть уникальный детский технопарк «Омский Кванториум» покажет сегодня. Площадку для занятий обустраивают в Центре развития креативности на улице Петра Осьминина. Школьники смогут заниматься здесь робототехникой, астрономией, программированием, изучать нейротехнологии, строить модели космических спутников и проектировать лунные станции. Разместят в Центре трассу для гонок дронов, учебную, беспилотную авиасистему и оборудование для запуска моделей ракет. На оборудование потратят больше 70 миллионов рублей. Обучаться в Кванториуме смогут ежегодно 800 ребят. Также на площадке детского технопарка будут проходить лекции и мастер-классы. Добавлю, что в этом году в регионе заработали также точки роста. Центры дополнительного образования открыли в сельских школах. С инициативой перераспределения дохода от транспортного налога с территории Омска выступил Александр Бурков. Половину он предлагает передать в городской бюджет. По законодательству на данный момент все 100% зачисляются в областную казну. У регионов только сейчас с последними извинениями в бюджетном кодексе России появилось право передавать транспортный налог местным бюджетам для формирования муниципальных дорожных фондов. Александр Бурков предлагает воспользоваться этой возможностью и поделиться деньгами с городом. В преддверии нового бюджетного года 2020-го я предлагаю 50% всего транспортного налога, который поступает в областной бюджет, направлять в бюджет города Омск. Здесь есть элемент социальной справедливости, потому что деньги собираются на территории города Омска. А с другой стороны, у города сегодня большие потребности в деньгах для ремонта дорог, дворов, для решения вопросов освещения наших улиц и многое другое. И вот поэтому я предлагаю 500 миллионов рублей направлять ежегодно в бюджет города Омск для решения социально значимых вопросов. Я уверен, что в дальнейшем администрация города будет направлять эти средства на улучшение городской среды и в интересах наших мячей. Безусловно, эту инициативу еще необходимо будет рассматривать на заседании законодательного собрания. Я надеюсь, что наши депутаты поддержат город Омск и направят полмиллиарда рублей в бюджет муниципалитета Омск. Предложение Александра Буркова поступило на рассмотрение в региональный парламент. Если его примут, областное министерство финансов скорректирует бюджет на 2020 год. А казна города пополнится на сумму порядка 500 миллионов рублей. Сейчас бюджет города почти 22 миллиарда рублей. Омская яхта «Сибирь» попала в бурю. Об этом сообщил один из членов экипажа. Он рассказал, что отрезок пути, который судно должно было пройти за три дня, «Сибирь» преодолела только за 16 суток. Ураганный ветер повредил сразу несколько конструкций на корабле. Впрочем, по словам матросов, эти поломки несущественные. Яхта сможет продолжить кругосветку, в которую отправилась еще 7 июля. Правда, с небольшим нарушением графика. Сейчас судно переживает непогоду во французском Бресте. Мы связались с капитаном Сергеем Щербаковым. По его словам, несмотря на задержки, плавание проходит в штатном режиме. Все целые, живые, здоровые. Огромная помощь от наших соотечественников. Мы в Сан-Мало стояли, к нам просто шли постоянно и помогали, чем могли. Там и в супермаркет возить, и так далее. И корреспондентов привели, освещали это все. И здесь, в Бресте, тоже самая русская диаспора. Идем, идем. Без поддержки мы бы ничего, конечно, не смогли сделать. Завтра ожидается хорошая погода. Амичи готовятся покинуть Брест и через Бискайский залив отправятся в Португалию и далее по маршруту. В Антарктиду моряки планируют прийти в срок. К ледяным берегам они причалят 27 января 2020 года. К 200-летию с момента открытия континента русскими моряками. Именно в этот день яхта должна добраться до российской антарктической станции Беллинсгаузен. Портреты Амичей, участвовавших в Великой Отечественной войне, собрали в один альбом, назвав его «Солдаты Победы». Презентация издания прошла сегодня. На страницах 60 фото. Каждый снимок сопровождается биографией фронтовика, историей его личных подвигов и боевых заслуг. Некоторые фотографии героев были сделаны еще во время войны. Одно из первых альбом пролистала Наталья Бельская. Перед объективами Михаил Веревкин стоит с неизменной военной выправкой. Разведчик участвовал в сражениях на Третьем Белорусском, Забайкальском фронтах. Запас уболился только в 51-м, полностью пройдя школу войны. И спустя годы ветеран, не задумываясь, отвечает, что написал бы для правнуков под своей фотографией. «Чтоб никогда такой великой битвы, короче, уничтожающей войны не повторилось. Ну и быть патриотами России, настоящими». Вот они, солдаты Победы. В зале 18 ветеранов Великой Отечественной. Под гром аплодисментов им вручают альбомные издания. Перелистывая страницы, ветераны вспоминают своих однополчан. Тех, с кем рука об руку шли на войне или уже в мирной жизни. В фотоальбоме запечатлели биографии 60 героев. Многих нет в живых. «На следующий год мы будем праздновать 75-ю годовщину со дня Великой Победы. К сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше. И вот как-то, чтобы память о них осталась в сердцах хомячей, жителей Омской области, мы затеяли вот такую целую серию выпуска альбомов под названием «Солдаты Победы». Это третий том из серии фотоальбомов «Солдаты Победы». Над всеми снимками работали ученики детской студии компьютерной графики. Ребятам пришлось реставрировать почти 200 фотографий. Пожелтевшие карточки времен войны превращали из черно-белых в цветные. Нужно было и выбрать фон, и подобрать, чтобы этот фон подходил именно к этому ветерану. И подобрать, чтобы вытянуть фотографии. И сами фотографии были очень такого качества. Нужно, чтобы они были качественные, чтобы альбом получился красивым, глянцевым. Ну, я думаю, что у нас это получилось. Фотолетопись героев войны продолжит вести и в следующем году. Издатели планируют выпустить еще два альбома. Ведь все больше ветеранов 9 мая, праздник со слезами на глазах, встречают в бессмертном полку. И самое важное, что нужно успеть, это сохранить о них память. Наталья Бельска, Александр Козлов, 12 канал. Подготовку к форуму приграничного сотрудничества России и Казахстана Александр Бурков сегодня обсуждает в Нур-Султане. Губернатор находится там в рабочей поездке. И уже есть первые результаты. Подписано соглашение с Международным финансовым центром Астана. В первую очередь знакомство с Международным финансовым центром. Те практики, которые сегодня применяются при финансировании различных проектов. Дальше смотрели практику работы резидентов. Какие проекты ведут. То есть кто пришел, из каких стран. Насколько это интересно будет российским компаниям и омским компаниям. 192 совместных предприятий российско-казахстанских. Это только в Омской области. Чтобы вы понимали, для Омской области, которая ведет торговлю с 90 государствами мира, Казахстан по объемам товарооборота находится на первом месте из всех 90 стран. И за последний год у нас рост товарооборота на 20%. За последние полгода рост идет на 20% по сравнению с прошлым периодом 2018 года. Это можно в том числе и связать как результат таких теплых взаимных отношений наших президентов. Постоянно действующие комиссии российско-казахстанской. Постоянно проводимые ежегодные форумы, которые проходят у нас межприграничного сотрудничества России-Казахстан. Все это дает эффект интереса экономического проникновения, экономического взаимодействия. Визит двухдневный. Уже завтра Александр Бурков примет участие в работе межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Республикой Казахстан. Пленарное заседание проведут первые заместители премьер-министров двух стран. Губернатор обсудит и подготовку к предстоящему саммиту. Напомню, он пройдет в Омске 6 и 7 ноября. В рамках форума «Наш регион» посетят Владимир Путин и Касым Жамар Такаев. Амичи могут пройти службу на заводе или судоремонтном предприятии. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции, посвященной осенней призывной кампании. Сейчас она в самом разгаре. Стартовала 1 октября. В Омской области призовут в армию более 2000 человек. В основном в сухопутные железнодорожные войска. География от Калининграда до Камчатки. И стало известно, что службу можно провести в научно-производственных ротах. Сейчас их в стране две – в Тамбове и Севастополе. Жить солдаты будут в казармах, а работать на знаменитых оборонных предприятиях. Конкурс высокий, 10 человек на место. Главное требование к кандидатам – высшее образование. При научно-производственных каких-то больших объединениях, где они вместо службы будут продолжать свою профессиональную деятельность. Это особенно конструктора, монтажники, регулировщики, операторы. Дефицитные специальности. И вот какие материалы наши корреспонденты готовят в эти минуты. Смотрите в итоговом выпуске «Час новостей» в 19.30. Двое семиклассников, мальчик и девочка, на остановке после уроков не поделили канцелярский нож. Парень резко рванул его на себя. Лезвие рассекло руку. Школьники побежали за помощью в ближайшую поликлинику. Однако не получили даже бинта для перевязки. В охране мы говорили, что дайте хоть какую-нибудь, чтобы замотать. Она говорит, что закрывайте дверь. Просто закрывайте дверь и выходите. Почему медик не оказала помощь раненому школьнику? И что делать, если вас выставили за порог люди в белых халатах? Выясняла Анна Кокорина. Ради рассказа об уникальном храме съемочная группа 12 канала поселилась в монастыре. Мы готовим к премьере новый проект «Столпы севера». Программу о старинных соборах, которые находятся на грани разрушения. Так в деревне Вятка у Стешимского района стоит деревянный храм святого Блаженного Василия. Строению 108 лет. Деревня Вятка считается скитом мужского монастыря. Поэтому мне там проживать было запрещено. Жила я несколько дней в обители сестер, вместе с сестрами в женской обители в деревне Кайсы. В каких еще храмах побывала съемочная группа 12 канала? И когда программу можно будет увидеть в эфире, расскажем в 19.30. Когда готовы бороться, даже за звезды Мишлен, омские студенты сразятся за звание лучших во всероссийском конкурсе профмастерства «Труд-крут». Состязание стартует в Казани 21 октября. В центре внимания сфера услуг. Трофеи разыграют среди поваров, барменов и официантов. Предварительный отбор выдержали единицы. Наш корреспондент Никита Гайдаш решил узнать, тяжело ли стать официантом, как устроиться в самый лучший ресторан и каким образом сфера услуг влияет на имидж города. Александра единственная, кто представит Омск на состязаниях среди студентов-официантов. Опыт работы всего полгода. Перед поездкой в Казань очень волнуется. Каждый вечер остается в ресторане допоздна, тренируется в сервировке. Как расставить бокалы, разложить приборы, завернуть салфетки, а еще как не размахивать руками. Одно из основных правил официанта, когда официант должен подойти к гостю с правой стороны. Если он ставит блюдо, то это открытая рука обязательно. Если он подходит, допустим, нет возможности подойти с правой стороны, он подходит с левой руки, он должен подавать блюдо с левой рукой, чтобы не было локтя около самого гостя. Всероссийский конкурс «Труд-крут» призван поднять престиж рабочих профессий. И не случайно в сфере услуг в нем уделяют повышенное внимание. Ведь по уровню сервиса судят о развитии города. Чтобы узнать все тонкости и сложности работы официанта, отправляемся в лучшие рестораны Омска. В этом одна из самых профессиональных команд. Студентов нет. На работу берут только с опытом. Впрочем, даже он не главное. В ресторане есть свои правила, свои какие-то системы обучения, свои стандарты, которые мы в любом случае, даже опытного официанта, обязаны обучить. Все официанты, которые устраиваются в ресторан, которые работают полноценно, обязательно проходят данное обучение. Общего курса обучения для всех заведений нет. Каждый ресторан разрабатывает собственную методику. И чем выше уровень заведения, тем сложнее учеба. В Европе, к примеру, получить такую работу могут далеко не все. Этот фильм основан на реальной истории. Чтобы стать официантом в ресторане фешенебельного отеля в Мюнхене, претенденты должны выдержать теоретические экзамены, будто в Оксфорд, и быть безупречными на практике. Будем откровенны, ваш стол просто катастрофа. Засчитать вам эту часть экзамена невозможно. Несмотря на то, что в Омске нет заведений, отмеченных звездами Мишлена, с каждым годом уровень обслуживания растет. Можно предложить человеку то, чего не отменю, но чтобы он сам хотел очень сильно попробовать. То есть, опять-таки, предугадать желание гостя. Когда люди от нас уходят довольными и счастливыми, мы, соответственно, тоже такими являемся. Чтобы окончательно развеять или же наоборот подтвердить миф о том, что официантам стать легко, примеряю эту роль на себя. Менеджер помогает надеть униформу и перед выходом в зал предостерегает. Первое, на чем горят все новички... Очень много волнения. Часто сталкиваемся с этим, что при волнении не может себя официант сконтролировать. Начинается у него где-то нервный тик, и он путается в своих словах, и как бы вместе с этим гость это все видит. Ну, нервного тика у меня быть не должно. Работать с людьми умею. Каждый день интервью беру. Однако на деле, оказывается, произвести впечатление на гостя совсем непросто. У вас так тарелка неуверенно стояла на подносе. Вы, наверное, недавно работаете. Стараемся, стараемся. Спасибо. Очень сложно. Под конец ужина и вовсе стал заговариваться. Никита. Да, да. Принесите счет, пожалуйста. Да, конечно, спасибо. Спасибо. Да, конечно. Никита, принесите, пожалуйста, счет. Конечно, а вам счет общий или раздельный? Общий, да. В общем, делаю вывод. Не 12 часов на ногах, не тренировка памяти, чтобы легко ориентироваться во всех блюдах и напитках, не даже скорость обслуживания и уборки. Самая сложная в профессии официанта – эмоциональная нагрузка. Умение общаться легко и непринужденно, быть остроумным, проверено на себе. Так что труд официанта далеко не прост. И во многом именно от этих ребят зависит, какое впечатление оставит город у гостей. Никита Гайдаш, Олег Ковальчук, Павел Ромось, 12 канал. В Большереченском зоопарке большой переезд с уличных вольеров в теплые. Там перевели всех серых журавлей, белого аиста и павлина, а также других птиц и всех обезьян. Готовят к зиме и косолапых. Больше месяца хищники нагуливают жир. Им стали давать больше рыбы, хлеба, овощей и фруктов. Это необходимо, чтобы медведи набрали нужный вес и без проблем пережили зимнюю спячку. О том, что она вот-вот наступит, говорит и поведение зверей. Они стали менее активны. Практически все дни уссурийские и гималайские медведи проводят в полудреме, а просыпаются только для того, чтобы поесть. Исключение в этом списке пока составляют бурые медведи. В спячку они традиционно уходят позже остальных. Специалисты зоопарка уже готовят их берлоги. Туда укладывается сено, солома. И когда мишки уйдут спать, мы также засыпаем их сверху сеном соломой. И когда выпадет снег, сверху накидываем снега, чтобы было там тепло, уютно. Никакие ветра и морозы их не беспокоили. Ну а уже с 1 ноября на зимний режим переведут хищных кошек. Тиграм, леопардам, львам, пумам и рысям увеличат порции мяса. Соломы утеплят и их домики, а также жилища копытных, которые из своих вольеров никуда переезжать не будут. И последнее. Первые новогодние ели установят в Омске в конце октября, начале ноября. Сейчас специалисты ищут нужные деревья и разрабатывают макеты их оформления. Неподалеку от областного конгресс-холла планируют поставить сборные искусственные деревья возле торговых комплексов натуральные ели. Нужно сказать, в нынешнем году символы Нового года в Омске появятся позже обычного. Наряженные елки, как правило, устанавливают в Омске в сентябре. Они стоят минимум до 8 марта. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. Оставайтесь с нами. Театр стал ближе. Смотрите культовые спектакли в кино вашего города. Проект «Театральная Россия». И о погоде. Спонсор прогноза ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Завтра 16 октября по области в Омске облачно дожди. Температура воздуха в районах ночью плюс 4-6. Днем немного теплее, 7 градусов выше нуля. В Омске ночью плюс 6. Днем температура существенно не изменится. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Купи теплицу на дачные просторы и сажай раньше соседа огурцы и помидоры. Выставка продажа теплиц в Омске. Крепкие выстоят в любую зиму. Гарантируют. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. До 15 октября. Купи теплицу и получи парник в подарок. Площадь у Кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. На этом пока все новости. До встречи в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин